Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Дашеньки и Ярослава. Важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера. Мы с ребятами находимся в стране безопасности, где учимся простым правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. Наверняка много вы уже слышали от взрослых, от родителей, учителей, но это как раз тот случай, когда можно повториться. Согласны со мной? Да. Ребята, я вам уже говорила, что темой всех наших четырех соревновательных дней будут правила поведения при пожаре в разных местах. Вчера мы с вами рассматривали случай, как вести себя при пожаре, если он случился в подъезде. А сегодня мы поговорим, как же вести себя, если случился пожар у соседей, то есть буквально за вашей стенкой. Об этом чуть позже. А сейчас я предлагаю приступить к первому конкурсу. Я буду вам загадывать загадку. Вам, ребята, на этот раз нужно будет отгадку составить из букв, которые я вам дам. Заодно проверим, как вас научили писать в школе. Конкурс этот не очень легкий, скажем так, поэтому каждый правильный ответ будет стоить три фишки, а тому, кто справится быстрее, я дам еще две. То есть за каждый правильный ответ у вас есть возможность заработать целых пять фишек. Такого у нас еще не было, так что старайтесь. Итак, я вам дам небольшую подсказку. В каждом слове отгадки я буду назвать количество букв, из которых состоит это слово. Первая отгадка, слово отгадка будет состоять из шести букв. Из этих букв выкладываем слово отгадку на столе перед собой. Итак, первая загадка. Днем ли, ночью, утром рано, если что-то загорится, то пожарная охрана на подмогу быстро мчится. Крепко помните, друзья, что с огнем шутить. Молча это делаем, дабы не подсказывать друг другу. Но надо это сделать быстро. За скорость две фишки. Кто справился, говорите, я справился. Я справился. Так, хорошо, ждем тогда Дашеньку. Она уже тоже почти. Ага. Ну и Расслаб, конечно, шустрец. Молодец. Вот, вижу уже слово и у Даши вырисовывается. Правильно, Даш. Это слово? Нельзя. Совершенно верно. Итак, каждый правильный ответ три фишки. Даша, тебе за правильный ответ три фишки. Клади в коробочку. И Расслабу целых пять фишек за правильный и быстрый ответ. Держи, Расслаб. Молодец. Так, теперь давайте-ка быстренько уберем эти буковки. Они нам уже не нужны. Сейчас я вам новые раздам. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот сюда, Ярослав, положи в эту ступочку. И получается следующий. Держи, Расслаб. Твои и Даши твои. Итак, слушаем загадку вторую. В слове отгадки на этот раз будет целых восемь букв. Так, слушаем. Победит огонь коварный тот, кого зовут. Маловато вам места. Вы так вот заворачиваете и держите в руках. Кто справился, говорите. Я справился. Так, хорошо. Ярослав справился. Ну, уже подождем и Дашу. За скорость, значит, две фишки получает у нас Ярослав. А вот Даша еще должна подтвердить свое право. на получение трех фишек за правильный ответ. Пожа, вижу. Р. И дальше, что ты хочешь еще написать? Все, Даша, не хватает места. Я вижу пожарный. Правильно, ребята. Абсолютно правильно. Большое слово, но вы сумели его разложить. Правильно буквы распределить. Держи, Даша. Три фишки. Ярославу снова пять фишек. Ну, ты посмотри, какой у нас парень. Смышленый. Давайте быстренько снова складываем это все. Складываем, складываем. Получаем новую стопочку. Так. Ага. И третья загадка, которую вы внимательно слушайте. Отгадка будет состоять из пяти букв. Шипит и злится, воды боится. Я готов. Ты готов. Молодец. Даша. А что это за отгадка? Скажешь, Даша. О чем идет речь в загадке? Шипит и злится, воды боится. Что это? Огонь. Да, теперь осталось просто его написать, скажем так. Хорошо. Молодец. Тоже справилась. Даша, три фишки за правильный ответ. Держи. И Ярославу пять фишек. Ярослав, я боюсь, ты уже в конце передачи нашей сегодняшней не сможешь сосчитать такое огромное количество фишек, которые ты заработал. И последняя загадка. Если в доме вдруг случится из-за окошек дым клубится, и огонь, и пышет жар, это значит там... Я готов. Одновременно справились. Молодцы, у Даши просто буква упала. Отлично, ребята. Ну, справились очень быстро. Поэтому каждому из вас я вам дам по пять фишек. Умнички. Очень быстро. Вы последнюю загадку просто моментально сложили. Держи. Может быть, потому что чуть меньше букв, чем в предыдущем, но в любом случае вы большие молодцы. Дашка, держи. Четыре. Еще одна пятая. Ребята, вчера вы уже успели познакомиться с экспертом по пожарной безопасности Марии Александровной. И сейчас как раз самое время для новой встречи с ней. Внимание на экран. Ребята, привет. 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 Ребята, вчера мы с вами говорили о действиях при пожаре в подъезде. А сегодня мы обсудим, как правильно себя вести при пожаре у соседей. Давайте представим, что вы находитесь дома и неожиданно почувствовали запах дыма. Заметили, что дым идет из-под соседской двери или вырывается из окон квартиры соседей. Что вы будете делать? Я бы сказала взрослым, и они бы позвонили пожарным. А сама смогла бы позвонить в пожарную МЧС? Да, если одна дома. А по какому номеру? 101. Молодец. И? Ярослав, второй номер еще, по которому можно позвонить? Пожарную службу. 112. Молодцы. Ну что, давайте послушаем, что тетя Маша скажет еще. Дорогие ребята, если вы оказались в такой ситуации, постарайтесь сохранять спокойствие. Быстро сообщите взрослым о случившемся. А вот если родителей в этот момент рядом не оказалось, и вы дома одни, или с братом, или с сестрой, запоминайте, что нужно делать. Если на лестничной площадке дыма нет, быстро спускайтесь по лестнице вниз на свежий воздух. Оказавшись на улице, сообщите о пожаре взрослым и попросите вызвать спасателей. Если так оказалось, что на лестничной клетке сильное задымление, действуйте так, как мы с вами уже научились из прошлой программы. Закройте входную дверь и уплотните щели мокрой тканью. Идите на балкон или к окну, и приоткрыв его немного, изо всех сил кричите «Пожар!» и зовите на помощь. Если у вас есть телефон, быстро набирайте номер 101 или 112. Расскажите диспетчеру о том, что случилось, и строго выполняйте все, что он вам расскажет. Ребята, на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и победы! Ребята, это еще не все испытания, которые я приготовила для вас сегодня. Впереди еще финальный конкурс. Он снова на скорость, внимательность и условия его таковы. У каждого из вас на стенде есть несколько табличек с надписями. Это условия, правила, как вести себя при пожаре. Три из них правильные, а остальные неправильные. И вам необходимо, первая часть задания, убрать сначала то, что неправильно, а остальные три оставшиеся правильные расположить сверху вниз. Таким образом, чтобы верхняя – та, на которой написано, что нужно делать в первую очередь. А дальше то, что можно сделать потом. Ясно? Задание – это снова, ребята, не из легких. Поэтому у каждого правильного ответа три фишки. Плюс две фишки за скорость. Ну, тот, кто слушал, Мария Александровна, у шансов снова выиграть здесь намного больше. Так что сейчас мы проверим, кто из вас был очень внимательным. Марш! Убираем сначала лишнее, неправильное. Для этого вам нужно прочитать, что написано. И убираем то, что не нужно делать при пожаре. Да, можно сдвинуть вправо, либо слева. Так, Ярослав справился, ждем Дашеньку. Итак, давайте проверять, как вам удалось справиться. Начнем с Даши. Итак, первая надпись – стучать соседям в стенку. Конечно же, мы не будем. Не нужно это. Закрыть дверь и тихо сидеть дома тоже абсолютно неправильно. Если сидеть тихо дома, не звать на помощь, то может случиться очень неприятная вещь. Если на лестничной площадке дыма нет, быстро спускайтесь по лестнице вниз. Правильно, совершенно верно. Так, дальше сообщите взрослым о случившемся и проверить, нет ли пожара на лестничной площадке. Правильно, Даш. Но в первую очередь, в первую очередь, Даш, нужно сообщить взрослым о случившемся. То есть вот так вот мы с тобой поменяем местами. Оп. Вот, вот теперь, я бы сказала так, более верный вариант расположения наших картинок. Хорошо, Даш, молодец. Хорошо справилась. Ну, несмотря на это, в любом случае у тебя все правильно. Поэтому здесь три фишки. И за скорость мы дадим Ярославу, потому что он справился быстрее. Итак, Ярослав абсолютно верно справился со своим заданием и сделал это все очень быстро. Поэтому зарабатываешь пять фишек. Присаживаемся и получаем то, что заработали. Фишки пять. Ярославу. Слушайте, вы почти опустошили сегодня мой тайник, мою копилку с фишками. И Дашули три. Хорошо. Ну что, это было последнее испытание на сегодня. Давайте подведем итог второго соревновательного дня. Считаем, Даш, сколько у тебя фишек. И, конечно, сколько у Ярослава. У Даши семнадцать. Угу. А у Ярослава сколько? Двадцать пять. Двадцать пять. Отлично. Ну что ж, вот и второй соревновательный день, ребята, позади. С небольшим отрывом сегодня тоже лидирует Ярослав. Но у нас с вами впереди еще целых два соревновательных дня. Мы прошли только половину испытаний. Поэтому готовимся и до встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»